На улице Красноармейской стоит неприметный особняк. В 19 веке дом был доходным. Сейчас на втором этаже располагаются сотрудники Союза композиторов, а каминный зал цокольного этажа занимает музей звукозаписи. Он будет интересен всем, кто любит музыку и тем, кто хочет вспомнить свою молодость. Еще в начале нашего теперь уже века в музее радио снимался в кинофильм нашей Свердловской студии «Эпоха грампластинки». И вот тогда и возникла мысль, что в общем-то главный носитель звука, грампластинка, о ней речь, она только 20 век. И надо успевать собрать эти голоса, которые сегодня стремительно заменяются другими носителями. Музей открылся в 2017 году, спустя 140 лет после записи первых звуков на фонограф Томаса Мэдисоном. Эти звуки даже можно услышать в музее. Также здесь находится огромная коллекция пластинок, на которых не только джаз и классика, но и русский рок. В музее можно услышать голоса вековой давности. В 20 веке люди не всегда писали открытки близким от руки. Они записывали свои поздравления на вот такие пластинки. Ну и, конечно, ни один культурный вечер не обходился без прослушивания граммофона. И вот перед вами классический, можно сказать, граммофон начала 20 века. Звук у нас идет из трубы. Весь механизм там спрятан внутри. Вот эта классическая грампластинка диаметром 25 сантиметров. И вот я поставил ее, завел механизм. Ну и попробуем послушать, как звучит подобный аппарат. Сейчас любой желающий может пополнить коллекцию музея своими пластинками и прослушать их на любых доступных устройствах, сидя у камина в историческом особняке. Редактор субтитров А.Семкин